Им не было равных. Сегодня глава республики встретился с участниками и призерами российской студенческой весны. В этом году финал фестиваля проходил в Ставрополе. Команде из Чувашии удалось отличиться. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Из Ставрополя участники студенческой весны вернулись с увесистым багажом наград. Представители Чувашии стали лауреатами сразу в шести номинациях. Для команды республики это абсолютный рекорд. В финале фестиваля студенты региона участвуют на протяжении 20 лет. Победителей, как и полагается, приветствуют стоя. На самом деле мы радуемся и гордимся вами так держать. И в следующем году уже, на следующем фестивале, чтобы победителей было больше. От вас зависит. Преподаватели, учителя, родители с вами работают, чтобы вы развивались, чтобы свою энергию направляли по правильной дороге. Кроме знаний получали и дополнительное профессиональное образование, получали и соответствующие навыки. И на рынке труда вы будете пользоваться большим спросом. Члены жюри Всероссийского фестиваля оценили на высшие баллы сразу два танцевальных номера чувашской команды. В числе лауреатов – вокалистка Валерия Иванова, театр мод, педагогического университета и съемочная группа ЧГУ, которая подготовила один из лучших репортажей о студвесне. Из Таврополя ребята привезли сотни гигабайт видеоматериала. Участие в фестивале для каждого из них – богатый опыт. Это общение с однокурсниками, взаимодействие с администрацией, взаимодействие с какими-то партнерами. В этом году на церемонии награждения на этом финале Саврополя произошла такая интересная вещь. За многие годы этого не было. Вышла девушка за наградой в народном бокале, и она плакала. И она говорит, что мы для того, чтобы попасть сюда на финал в составе делегации Челябинской области, мы из города Снежинск, 60 тысяч всего лишь населения, мы 4 года пытались попасть в делегацию. И в конце награждения вдруг она ищет нашу делегацию Чувашии. И вы, говорит, вы из Чувашии? Я говорю, да. Вы знаете, я говорю, так это вы эту историю рассказывали интересную? Он говорит, да. Так я из Чувашии, и я готовила вот этих вот ребят из физиков и ядерщиков. Чувашскую республику на фестивале представляли те, кто стал призером регионального этапа студвесны. В Ставрополь отправились более 70 человек. В команде региона 4 вуза и электромеханический колледж. На мероприятиях подобного масштаба всероссийского я побывал в этом году в первый раз. И мне было, безусловно, очень приятно получить такой незабываемый опыт, который я получил вместе с вами, который я, безусловно, буду использовать на мероприятиях в нашем колледже. Здесь нужно отметить еще большую роль вузов, которые поддерживают это творчество, и республиканских властей. Почему? Потому что без финансовой поддержки мы бы не могли в течение года готовить ребят не в вокальном направлении, не в танцевальном направлении, не оригинальный жанр. То есть здесь нужны специалисты, нужны педагоги, которые с ребятами так или иначе занимаются. Завоевать 6 призовых мест – большая удача, говорят участники. Ведь в финале встречаются лучшие из лучших со всей страны. Республика, считают, ребята, должна и принимать всероссийский этап студвесны. Как вы смотрите на то, чтобы в 2020 году всероссийская студенческая весна прошла на территории Чувашской республики? В 2020 году, вы знаете, мы отмечаем 100-летие образования Чувашской автономии. Это очень важно. И если видят это мероприятие, очень будет хорошо. У ребят к Михаилу Игнатьеву шквал вопросов, в том числе и личных. После беседы глава региона вручил награды организаторам республиканской студвесны и пожелал новых творческих высот. Покорить их дружная команда уже готова. Чувашия! Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.